День объятий не является официальным праздником. В то же время это не мешает ему становиться с каждым годом все популярнее. Считается, что Национальный день объятий возник в 1986 году, благодаря студентам факультетов психологии и медицины. В ритме нашей жизни мы мало задумываемся о том, насколько объятия необходимы нам ежедневно. Согласитесь, что в ходе жизненной суеты вы могли бы не обратить внимание на то, что существует такой день, в котором торжествуют объятия. День объятий наполнен особым уникальным смыслом, который знаком каждому из нас с самого рождения, с первых объятий матери и отца. Говорят, что человеку необходимо 8 поцелуев и 7 минут объятий в день для того, чтобы он почувствовал себя счастливым. Представляете, как мало человеку надо. Оказывается, не особо-то ему нужны дорогие авто и модные вещи, и не так уж нужна просторная квартира или бриллианты в ушах. Оказывается, прежде всего, человеку нужно просто тихое счастье рядом с родными ему людьми, которые, любя, обнимают. В день объятий принято дарить душевное тепло даже незнакомым людям и заключать их в объятиях. В то же время, следует помнить основное правило. Объятия не должны доставлять людям морального и душевного дискомфорта. Надо быть очень тактичным и помнить о главной цели поступка. Объятия должны дарить радость и вызывать только позитивные эмоции. А сейчас я вам расскажу несколько афоризмов по поводу объятий. Наши души, они ведь безрукие, им обниматься неудобно. Но так хочется. Вот они и жмутся друг к другу неумело и безруко. И если не совпали, то отталкиваются навсегда. Но если вдруг совпали, случается великое чудо. Две одинокие души сливаются в одну единую, наполненную любовью, радостью и счастьем. Иногда достаточно просто обнять. Это несложно, но этим можно спасти человека. Настоящий друг не тот, кто постоянно глазит по-шерстке, улыбается и нахваливает. А тот, кто вовремя остановит, влепит пощечину и не побоится сказать всю правду прямо в глаза. А уж после этого обнимет и скажет, что любит и верит в тебя. Ведь чтобы человека поддержать, не дать пропасть в отчаянии и поле, достаточно порою и жабнять, и прошептать. Одно из лучших ощущений в мире, это когда ты обнимаешь любимого человека, а он обнимает тебя в ответ еще сильнее. Цени, когда тебя обнимает любящий человек. Он всегда рядом, он готов выдумать любое оправдание трудностям и переводить на язык любви твои неуместные слова. Он будет рядом, если тебе будет плохо. Ему не придется объяснять, что именно болит, где у тебя царапина или рана. Цени это и даже не думай воспринимать это как должное. Обнимайте друг друга чаще, крепче, теплее и от души. Это так важно. Обнимайтесь, делитесь теплом и храните в себе это чудо-мгновение. Прямо здесь и сейчас. И не надо потом чувство прятать и есть преступление. Ничем не заменить крепкие объятия собственного ребенка. Нет ничего дороже, лучшие желания в этом мире, чем дети. Дети приносят в нашу жизнь радость, счастье, полноту и гармонию. Дети учат нас жизненной мудрости, дарят нам смысл жизни, питают нас силой и энергией. Поэтому лучший антидепрессант – это детские объятия. Когда рядом стучит родное сердечко, а пальчики гладят по волосам и вытирают твои слезы. В этот момент все твои беды отступают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова